Улицу Сахьяновы должны были сдать еще 1 октября, но объем работ оказался гораздо больше, чем рассчитывал у подрядчик. В итоге срок отодвинули на 15 октября. Неучтенные кабеля, неучтенные теплотрассы, то есть уже забытые, не действующие с советского времени. То есть при прокладке основной магистрали водоливневой канализации, то есть мы уже упираемся в неучтенные моменты. Еще один не сданный участок улицы Революции 1905 года. Здесь подрядчик сослался на задержку доставки тротуарной плитки производителям. Срок исполнения контракта был до 1 сентября. На сегодняшний день идет просрочка контракта. Ежедневно выставляются штрафные санкции в 12,5 тысяч рублей. Штрафные санкции по полной заскиваются? Не только за просрочку, но и за некачественную работу? Некачественную работу они не будут приниматься, а будут они переделывать. Но недостатки нашлись и в смете. В смету мы сразу не посадили посев газонных трав. Посмотрите, какая красота. Вроде бы. Но теперь придется, так как мы не предусмотрели это в смете, на следующий год своими силами осуществлять озеленение. Некоторые участки сделаны без подпорных стенок. Но это вина проектировщиков. Будем разбираться с проектировщиками. То есть все работы этого года для нас не просто как получение готового объекта, но в том числе и урок для нас. Больше всего замечаний к ремонту на площади Советов. Как показала экспертиза, положенный асфальт соответствует ГОСТу. А вот примыкание к тротуарам сделали некачественно. Сейчас получается заканчивается чемпионат мира. И если погодные условия сохранятся, пока вроде бы они обещают быть благоприятными, то с 15-го начнут переделывать участок улицы Сухобатора. И часть, которая примыкает от Ленина к Сухобатора, там где-то порядка 15-20 квадратных метров, которые исполнители должны переделать. Соответственно, в этот же срок будут менять решетки ливневой канализации. Ну и еще кое-какие работы. Если же погодные условия ухудшатся, работу перенесут на май следующего года.